Субтитры создавал DimaTorzok Не в постперестроечные, а намного раньше Во времена, когда у нас был товарищ Ленин, а далее товарищ Сталин Кушать было нечего, и поэтому народ использовал селедку И таким образом была борьба со всем, что можно было воевать на тот момент И появилось название Секундочку, посмотрю сейчас до названия Сколько мне нужно положить сюда продуктов У меня не очень большая тара, так как я делаю на себя и того друга То одной картофелины мне достаточно для того, чтобы положить ее на дно Это может быть не совсем стандартный вариант шубы Потому что многие привыкли к тому, что шуба начинается с селедки Но я решил создать базу Это причина следующая, что майонез и селедка пропитают картофель лучше Дальше на эту базу я выжимаю майонез Не очень много, но достаточно, чтобы он мог пропитать базу Базу, то бишь картофель, который я выстил на дно На картофель Не думая о лукавой Я выкладываю селедку Не жадничайте Не жадничайте Положите селедки так, чтобы вам самим было вкусно Именно она же дает этот вкус Да, можно сказать, что это не селедка под шубой Что это селедка в шубе Но вот такой рецепт я предпочитаю использовать На селедку я кладу лук Для того, чтобы лук не горчил Я его сначала за предварительно минут 10 Вымачиваю в кипятке И тогда он теряет свою горечь После того, как я выложу лук Хорошим, приятным слоем Я опять Я опять покрываю этот слой майонезом Сейчас я его кладу немножко больше Таким образом майонез пропитает И селедку, и лук Такой вот приятный, красивый цвет Создается, чтобы даже самому нравится Поверх селедки и лука я натираю сваренное, очищенное яйцо В общем-то, ничего сложного в этом нет Заметьте, что практически все продукты у вас есть Понятно, что их нужно отварить Что их нужно остудить И почистить Но это не настолько сложный процесс Как многим кажется Поверх яйца я кладу слой морковки Это исключительно мой рецепт Вы можете использовать Другой порядок Если вам хочется сделать это немножко по-другому Но я вам обещаю, что такая Селедка под шубу будет очень вкусно В данной ситуации я использую Где-то полторы больших морковки И разложив эту морковку Я опять кладу слой майонеза Да, это очень вредно Вы абсолютно правы Возможно, вы даже видите, какой у меня майонез Хотя я не хочу привлекать к этому внимание Потому что компания майонеза не является спонсорами Нашей шубы Но они могут ими стать При большом желании У меня осталось всего два компонента Но один компонент я разделил Компонент, который я разделил Это была сама селедка Я натираю яблочко Если у вас яблоко Лучше сюда добавлять кислое яблоко Но у меня оказалось такое желто-зеленое Чисто зеленых яблок я не нашел А красное сладкое яблоко сюда С моей точки зрения не очень подойдет Хотя это опять же дело вкуса Я натираю сюда слой яблочки Опять же, ничего сложного Это может сделать любой мужчина и женщина И даже подросток И накормить своих родителей На прекрасный праздник Новый год Старый Новый год Старый Новый год как таковой Почему-то многие считают, что это праздник Который сдвинулся на две недели И поэтому он остался старым Не совсем верно Потому что сдвигало все в обратную сторону Старый Новый год Была тоже исключительно советская идея Придумал ее товарищ Сталин Он не придумал Старый Новый год Он придумал в 33-м, если я не ошибаюсь, году Что давайте сделаем праздник для детей И этот праздник для детей В виде праздника для детей Придумали сделать Зимой Но придумав этот праздник зимой Пока собирались, как всегда Во все сталинские времена Прошло очень много времени И в результате Это превратилось в 14 января Через год уже все сдвинулось И превратилось нормально 1 января на новогоднюю елку Уже звали детей В 36-м году Известный исторический факт Когда новогодняя елка Была уже сталинская Уже присутствовали дети Это уже с этого момента пошло официально И теперь то, что я делаю Я выкладываю оставшийся слой Оставшуюся селедку Поверх яблока Я ее нарежу Я ее не подрежу Я ее не порежу Я ее нарежу до конца на кусочки Это не так сложно Как кажется Мой совет Это лично я так делаю Режьте на кусочки Чуть-чуть крупные Потому что тогда будет Намного приятнее Когда они будут попадать На язык И вот вы видите Что у нас теперь Два слоя селедки Это соответственно При таком количестве селедки Нам совершенно бессмысленно Солить данный салат Тем более что у нас есть майонез И теперь мы кладем Снова слой майонеза Не перебарщивайте Это не самый лучший продукт Для нашего организма Поэтому постарайтесь Класть майонез тонким слоем Он все равно Достаточно хорошо пропитает Нашу шубу Салат будет замечательный Вот И у нас остался Последний компонент Это сама свекла Которую понятно Нужно заранее отварить Почистить И Натереть на крупный тело Я взял свеклу Среднего размера Где-то вот такую Варил я ее Чуть больше часа Вы проверить ее можете Очень просто Когда нож Острый нож Легко входит в свеклу То значит Свекла готова Как правило Время варки свекла Порядка часа И вот у нас Практически Готовая Шуба И опять же мы добавляем Майонез После того Как мы Намазали Намазали слой Майонез Мы разгладили Его Мы сделали Очень красивенько Вернее Не мы А я Вы сможете Сделать Сами Желательно Чтобы шуба Настоялась Вы ее ставите Хотя бы На 30-60 минут В холодильник Лучше Если на ночь В моем случае Я ее поставлю На ночь Но До того Как я поставлю Шубу Я хочу сверху Для красоты Натереть еще Яйцо Можно натереть Только желток Можно натереть Желток И белок Так как Вы считаете Нужным В любом случае Вы таким образом Украстье шубу Не совсем Обязательно Делать это В тот же момент Как я Чтобы Лучше украсить Шубу Ее Желательно Натереть Яйцо После После того Как шуба Настоится Но я решил Сделать В этот раз Вот так И Оставшихся Полтора яйца Я натираю И Распределяю По Салату Все Ничего сложного Ничего тяжелого Ничего Сверх Шуба Готова С вами Деда Саша Сейчас В будущем И Ничего Салат 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 Салат